Я хочу задать вам вопрос. Знаете ли вы точно, что если вы умерли сегодня, то попали бы в рай? Может, вы скажете, что вы не уверены в том, что попадете в рай? Может, вы даже никогда не задумывались об этом? Библия говорит, что вы можете быть вполне уверенными, что вы будете в раю. Итак, согласно Библии, вам необходимо понять несколько вещей, чтобы получить спасение. Первое – это то, что говорится в послании к Римлянам 3.23, «Ибо все согрешили и лишены славы Божьей». Библия говорит нам, что грех – это нарушение закона Божьего. Когда мы нарушаем закон Божий, мы грешим. И по данному стиху мы все грешники. Я грешник, и вы грешник. И, к сожалению, есть последствия нашего греха. В послании к Римлянам 6.23 говорится так, «Ибо плата за грех – смерть, плата – это то, что вы заслуживаете. Когда я работаю, например, мне платят деньгами. Поэтому из-за моего греха я заслуживаю смерти, ибо плата за грех – смерть». А говоря о смерти, большинство людей думает о физической смерти. Но в Откровении в 20 главе, в 14 и 15 стихе говорится так, «И смерть и ад брошены были в озеро огненное. Это есть смерть вторая. И всякий, кто не был найден записанным в книге жизни, был брошен в озеро огненное. Это касается ада». А также в Откровении 21.8 Библия говорит, «И все лжецы будут иметь свою часть в озере, который горит огнем и серой, что есть смерть вторая». Причина, по которой Бог указывает грех лжи в этом списке, состоит в том, чтобы указать нам на то, что мы все грешники. Каждый из нас лгал, поэтому нет ни одного праведного. Мы все заслуживаем попасть в ад. Но это все плохая весть, что и я грешник, и вы грешник, и мы все изначально осуждены к аду. Значение Евангелия – это благая весть, то есть добрая или хорошая новость. В Римлянам 6.23 говорится, что плата за грех – смерть, и теперь мы понимаем, что это значит. Но вторая часть этого стиха говорит, что «дар Божий – жизнь вечная через Иисуса Христа, Господа нашего». Библия говорит, что у Бога есть дар, который Он хочет вам отдать, и этот дар – жизнь вечная. В послании к Ефесянам 2.8.9 Библия говорит, «Ибо благодатью вы спасены через веру». Слово «благодать» означает то, что вами незаслуженное. Это то, за что вы не платили. «Вы спасены» означает спасение от ада. «Я туда попасть не хочу», и уверен в том, что вы туда тоже попасть не хотите. Слова «через веру» означают просто верить. Там говорится, «Ибо благодатью вы спасены через веру». И это не от вас. То есть оно не полагается на вас, потому что это дар Божий, не от дел, чтобы никто не хвалился. Дар – это не то, что вы заслужили, а то, что вам дается бесплатно, которое заслужил другой. Если бы я вам дал подарок и попросил за него вас заплатить, то он уже не был бы подарком. Если бы я дал вам подарок и попросил вас за него что-нибудь сделать, то он не был бы уже подарком. Дар не стоит вам ничего, но он стоит тому, кто вам его дает. И дар Божий именно такой. Иисусу пришлось заплатить за него. В Римлянам 5.8 говорится, что Бог свою любовь к нам доказывает тем, что когда мы были еще грешниками, Христос умер за нас. От Иоанна 3.16, самый известный стих Библии, звучит так. «Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Свою единственного порожденного Сына, чтобы всякий, кто верит в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие является таковым. Иисус Христос был рожден Девой, Иисус – Бог. Он прожил безгрешную жизнь. Он никогда не грешил, никогда не делал ничего плохого. Он умер на кресте, был погребен и воскрес из мертвых не за свои грехи, так как Он был безгрешен, а за наши грехи, то есть за них уже заплачено. Дар уже был оплачен им. Теперь вы должны понять следующее об этом даре. В Иоанна 3.16 говорится «жизнь вечная». Дар – это и есть жизнь вечная. Слово «вечная» означает, что он будет длиться бесконечно, жизнь, в которой нет конца. Она никогда не закончится. А также в Евангелии от Иоанна 3.36 говорится «жизнь вечная». В послании к Римлянам 6.23 говорится «жизнь вечная». Во всей Библии вы можете найти это понятие «жизнь вечная», которая будет длиться вечно, жизнь, которая никогда не закончится. Согласно Иоанна 3.36 вы получите ее в момент уверования. Тот, кто верит в Сына, имеет жизнь вечную. Многие думают «так, хорошо, я получу спасение, но если я сделаю что-то сильно плохое, например, как прелюбодеяние или убийство или самоубийство, тогда Бог заберет у меня это спасение». Но в таком случае та жизнь тогда бы уже не была вечной. Вам необходимо осознать, что спасение не зависит от того, что мы заслуживаем. Библия говорит в послании к Титу 1.2 следующее. «В надежде вечной жизни, которой Бог, не могуще лгать, обещал до начала мира». Бог не может лгать. Если Бог пообещал мне вечную жизнь, тогда действительно она вечная. Он обещает жизнь вечную, что означает, что она будет длиться всегда. Вы скажете «хорошо, а что, если я сделаю что-нибудь очень злое?». Но речь не идет о том, что мы можем делать или что другие могут делать. Это не зависит от нас. Это дар, который будет длиться без конца. Единственное, что вам необходимо сделать, как с любым другим даром, это или принять его, или отказаться. Вы можете спросить «хорошо, но как мне принять Божий дар?». В Римлянам 10.9 говорится «Ибо если». То есть там говорится «если», потому что у вас есть выбор. Бог говорит, что если устами твоими будешь исповедовать Господа Иисуса, слово «исповедовать» означает «признать», вы можете спросить «а что исповедовать?». Вы признаете то, что вы грешник, что заслуживаете попасть в ад и что вы просите прощения. И когда Он говорит «если устами твоими будешь исповедовать Господа Иисуса», это больше, чем просто произнести слова, потому что Он также говорит «и сердцем твоим верить, что Бог воскресил его из мертвых». То есть вы верите, что Иисус Христос умер на кресте, был погребен и воскрес, заплатив за наши грехи. И тогда Библия говорит «ты спасешься». В Библии не говорится, что вы, может быть, спасетесь. Не говорится, что, возможно, вы станете спасенными. Бог говорит «я спасу», если устами твоими будешь исповедовать и сердцем твоим верить. Заметьте, что не написано, если ты будешь ходить в церковь. Не говорится, что вам необходимо креститься, не говорится, что вам необходимо покаяться во грехах. Просто верить и попросить Бога вас спасти. Если вы верите всем своим сердцем, что Иисус Христос умер на кресте за ваши грехи, был погребен и воскрес, то Он хочет подарить вам вечную жизнь. Тогда почему бы вам просто не исповедовать это прямо сейчас? Я хочу вам помочь сформулировать молитву. Если вы в это верите, почему бы вам просто не помолиться со Мною прямо сейчас? Вы можете помолиться так. «Дорогой Иисус, я знаю, что я грешник. Я достоин наказания ада. Прости мне мои грехи и даруй мне вечную жизнь. Я не полагаюсь на свои дела. Я не полагаюсь на свою религию. И оповая только на тебя одного. Спасибо за то, что ты спас меня. Аминь». Если вы уверовали всем сердцем и помолились так, то согласно Библии вы уже спасены. Вы имеете вечную жизнь. Поздравляем!